На территорию Украины пытается въехать экс-президент Грузии и бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили. Напомню, украинского гражданства он был лишен и все же широко проанонсировал свое возвращение. Назвал и дату, и место. Пункт пропуска Краковец на границе с Польшей. Со вчерашнего дня сюда приехали группы поддержки. Встречать готовились, как, впрочем, и полиция, и пограничники. Хроника минувших суток в Краковце в нашем материале. Пункт пропуска Краковец на украинско-польской границе. Туда со вчерашнего вечера начали стягиваться группы поддержки Саакашвили из Киева и Львова. Большинство представителей батальонов Донбасс, Айдар, Унсо. Многие были вооружены и в камуфляже. С ними и экс-комбат Донбасса, а ныне нардеп Семен Семенченко. По пути их несколько раз останавливала и проверяла полиция. Я вам даю номер. Номер несет, это боевые номера, на другую сторону перекиньте. Да, верно. Среди встречающих и другие народные депутаты. Недалеко от КПП разбили палаточный городок. Во избежание проблем пограничники усилили контроль. А полиция направила дополнительные патрули. Дежурят круглосуточно. И, как оказалось, не напрасно. На пункте пропуска была замечена группа неизвестных, которых в палаточном лагере назвали «тетушками». Первая стычка произошла уже в половине 11 утра, когда активисты из палаточного городка попытались оттеснить незнакомцев. Правоохранителям удалось развести стороны и не допустить столкновений. Кроме того, в полиции сообщили о задержании более сотни людей в камуфляже, которые направлялись к Краковцу. Во время проверки у них обнаружили газовые баллончики, пистолет и металлические предметы. Все доставлены в отделение полиции. У них берут пояснение. Богдан Вербицкий. Подробности телеканал Интер. А пока в Краковце дрались да ссорились, Михаил Саакашвили передумал ехать через этот КПП и изменил маршрут. Поехал в Перемышль. Оттуда вместе с рядом украинских политиков, которые тоже сюда подоспели, сел в поезд Интерсити по направлению во Львов. Впрочем, затея не удалась. Почему? Все подробности в сюжете. На железнодорожный вокзал Перемышля Михаил Саакашвили с многочисленной группой поддержки прибыл около полудня. С ним, кроме политиков, супруга и 11-летний сын. Саакашвили объявил о решении в Украину поедет скоростным поездом Интерсити. Однако Интерсити так и не тронулся. Диспетчер по громкой связи объявил, состав никуда не поедет. Это же повторила и проводница. Михаил, он не покинет поезд? На какие представления? На представления, на каждую керевнести. В поезде после пяти часов ожидания политик и его окружение все-таки решают ехать на автомобильный пункт пропуска. Не сообщив детали маршрута. Елена Зурина, Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер из Польши.